Куда пропали хозяева? С круглыми краями и идеальным рожеватым ременцем, сразу после тостера. Тост лежит на тарелке, нетронутый. И правда, они обычно к этому времени всегда возвращаются, говорит высокая свеча в бедном подсвечнике с ручкой. Ее зажгли в утренних сумерках, и она продолжает мягко гореть. Такой погожий день! Они наверняка ушли гулять с утра пораньше. Может, заблудились? Отвечает ветка сирени с края стола из широкой вазы. Она расцвела недавно. Люди сорвали ее с куста и принесли домой. Они сегодня как-то быстро встали из-за стола и почти не притронулись к кофе. Неслыханно. Я стою полный и уже почти остыл. На почетном месте в центре стола возвышается металлический гейзерный кофейник с четкими гранями. Его носик, ручка и пимпочка из черного пластика. Да что вы, кофейник! Я! Я ждал своей очереди всю жизнь, чтобы стать настоящим хрустящим тостом, золотистым украшением завтрака. Вот это неслыханно! Вы здесь и так каждый день! Дорогой тост, пожалуйста, не тревожьтесь так. Еще ничегошеньки не произошло. Наверное, наверное, они скоро вернутся. А интересно, чем меня намажут? Может, джемом или паштетом? А может, творожным сыром? Тогда я был бы не тревожный тост, а творожный. Должны вернуться. Меня ведь никто даже не погасил. Ох! Мне так жарко от вашего пыла. Хозяйка нынче забыла подлить мне воды в вазу. Я сохну. Я погибаю. Ой! Тсс! Слышите? Птицы перестали петь. Погода меняется. Это к дождю. Чувствую подуло от окна. Ох, какой приятный свежий ветерок. Ветер? Я же совсем голый. Я так заветрусь. Кто-нибудь прикройте меня. О нет, нет, нет. Я стану совсем черстым. И никто меня так и не съест. Ах, а что, если они не успеют вернуться вовремя? И я до конца сгорю, растаю. Да, нельзя просто сидеть сложа руки. Нам необходимо действовать. Так, у меня есть план. Свеча, поддай-ка огня. Это еще зачем? Я начну бурлить изо всех сил. Люди услышат аромат кофе и примчатся обратно домой. Вряд ли, конечно, из этого что-то получится. Получится-получится. Мы сыграем на их кофеиновой зависимости. Они за завтраком не выпили чашки. У них сейчас только и разговоров о кофе. Сразу прибегут. Ну, хорошо. Игра стоит свеч. Жги. Свеча гордо выпрямилась и всеми силами начала разгораться. Воздух над столом потихоньку становился теплее. От жара свечи кофейник стал медленно нагреваться. Пар уже заклубился в нижнем отсеке. И кофе, наконец, закипел. Отважный кофейник что есть ночью забурлил. И дивный аромат крепкого кофе охватил комнату и просочился сквозь открытое окно в отбор. Бурление усиливалось, и скоро манящий аромат заполнил каждую улицу города. Ничего себе! Как пышет! Прошу, довольна. Я уже иссыхаю от жара. Ох, сейчас бы на родной куст. К сестрам веточкам. Все, финиш. Фух, должно сработать. Вдруг, откуда ни возьмись, послышалось легкое громыхание. Они вернулись? Они вернулись? Они вернулись? Они вернулись. Раздался гром, и в город пришла великая гроза. Она смыла с улицы аромат кофе. Тот след, по которому люди могли найти дорогу домой. А тревожный тост? Печальная свеча? Нежная ветка сирени и отважный кофейник остались преданно ждать возвращения своих хозяев. Роли озвучивали. Тревожный тост? Альбинка Ахмедшина. Печальная свеча? Айдар Ахмедшин. В роли нежной ветки сирени выступила... Ксения Исакова. И наш отважный кофейник... Васил Башаров. А сочинила сказку я, Софья Ахметова.